Глина Конышева Естественно, тоже мой ответ не все услышат, не все его посмотрят, не все будут знать, но тем не менее, какая-то часть все-таки посмотрит и может быть что-то прояснится, что имеется в виду. Вот такой вопрос. Поясните, пожалуйста, как в доме Сталинки закопаны первые этажи? Их строили после войны? Ну, во-первых, Сталинки имеется в виду те, которые строили и до войны, то есть Москву, например, Тверскую строили до войны в 40-х годах и даже, как нам говорят, передвигали дома. Ну, там есть некоторые сомнения насчет некоторых домов, это тоже отдельная тема. И после войны тоже строили Сталинки. То есть Сталинки строили где-то примерно до 55-го года, пока Хрущев не вошел в полноту своей коллаборантской власти. Ну, я его считаю коллаборантом, врагом народа и агентом влияния Запада, который должен был развалить Советский Союз. Именно он привнес в архитектуру такое понятие, как борьба с излишествами. И уже те Сталинки, которые должны были быть с колоннами, с лепниной, с какими-то красивыми декорами, все это уже было убрано и достраивали просто как было, просто коробки достраивали. А уж дальше мы знаем про Хрущевки. Так вот, каким образом оказываются закопанные этажи и даже у Хрущевок. И в моем полном видео по Станкино я покажу часть таких домов. Потому что есть некие Хрущевки, которые тоже имеют засыпанные этажи, так называемые, с окнами. И у людей опять-таки вызывает это вопрос. Потому что все же знают, что Сталинки строились и после войны в том числе. Глина никакой уже не был, уровень никуда не поднимался. Да, кстати, культурный уровень за 100 лет не вырос ни на сколько в городах. Хотя спросите у любого историка, они вам расскажут, что культурный уровень растет на 1 метр за 100 лет. У меня тоже на эту тему несколько лет назад было видео. И я подробно об этом говорила. Откуда они это взяли? Почему они так говорят? Им надо как-то объяснять, почему окна в земле. Еще в моем троллинге ролики со стихами на моем канале, закрепленное видео, я даже сделала стихи. Я даже сделала такой степ, ответив на весь троллинг, который писали нам. Что дома проседают, что улицы не убирали, и вообще люди были глупые. И сами вы тоже все дураки, потому что вы ничего не знаете, не понимаете, в школе не учились. Ну вот отвечаю, я как раз-таки имею высшее образование. У меня Мархи, Московский архитектурный институт. Я, конечно же, знаю про дома, ну очень много чего знаю. Про дома, про фундаменты, про то, как их строят, про госты, про размеры, про колонны, про опоры и про сопромат. По сопромату у меня тоже пятерка сопромат. Это неотъемлемая наука, которая как раз-таки помогает любому строителю знать про материалы все, про сопротивление материалов. Где можно строить, где нельзя строить, какой фундамент, где можно, где нельзя, под какой высоты дом, какую массу может выдержать, какой фундамент. Там много-много-много науки и информации. Поэтому свои фильмы я делаю на научной основе, а не просто так. Не потому, что мне так хочется думать, или я там что-то фантазирую. Ну вот, а теперь все-таки объясняю, каким образом оказывается у Сталинок закопаны первые этажи. Потому что эти все дома, как Сталинки, так и Хрущевки, у тех, у которых закопаны первые этажи, особенно если это улица, там встречаются, или даже одинокие какие-то дома в квартале встречаются, это говорит о том, что эти дома стоят на старых стенах. Когда-то эти старые стены были полностью под грунтом. Грунт, скорее всего, во многих городах Центральной России – это глина. Многометровые слои глины, около 10 метров где-то, это однородная глина. Историки, никто нам не объясняет, откуда в городах взялась глина. Глина не является культурным слоем. Глина не является продуктом жизнедеятельности социума. Глина – это глина. Это кремний. Вот сразу, чтобы не быть голословной, глины. Глина – грязь, осадочные горные породы, более чем наполовину состоящие из глинистых минералов. С водой образует пластичное тесто, при высыхании способное сохранять приданную ему форму, а после обжига получает твердость камня. Глином относят и горные породы того же минерального состава, но не обладающие в естественном виде пластичностью и не размокающие в воде. Химический состав глины – компоненты кремний, оксид кремния, оксид алюминия и H2O – вода. Вот и всё. То есть мы видим, что по химическому составу человек подобный состав не производит. Поэтому рассказывать про культурный слой – это просто смешно. Я не знаю, на кого это рассчитано. Рассчитано, видимо, на совсем людей, которые вообще ни о чём не думают. Вообще, совсем. Культурный слой, объясняю тоже, да, потому что, ну, может быть, дети тоже послушают. Культурный слой – это то, что остаётся. Ну, вот свалка. Вот через тысячу лет, допустим, будут археологи копаться и наткнуться на московскую свалку, к примеру. И вот это будет культурный слой. А глина культурным слоем не является. Глина – это абсорбент. И её применяют, я уже об этом говорила, это моя версия о том, что глины города засыпаны после ядерной войны, как абсорбент. Она очень хорошо прикрывает радиоактивные вещества. Радиоактивные вещества не даёт доступа воздуха и не идёт никакого гниения. И потихонечку там под этими метровыми слоями глины вся эта радиация, она распадается постепенно, постепенно, постепенно. И всё, в общем-то, да, и уже можно там и лезть туда, и копать, и уже не будет вреда человеку, который с этим соприкасается. Вот для чего в городах глина. Далее у нас начинает, возникает вопрос, а ядерная война или радиация откуда взялась? И сразу люди-то умные, да, они скажут, ну нам же сказали, что ядро и ядерное оружие, оно появляется только в начале 20 века. Вы чего дураки-то рассказываете, говорите? Ну дураки не дураки, а некоторые альтернативные исследователи, человека два всего, я знаю, они даже брали пробы грунта, но вот этой глины у круглых озёр, где предполагается, что это ядерные воронки. И на глубине двух метров там как раз находились следы радиоактивных элементов. Всё как положено. Через какое-то время, лет через 50, они распадутся, и там будет ноль. То есть там будет чистый, и уже можно будет сказать, что не было ничего. А пока всё-таки успели и взяли эти лабораторные исследования и доказали, что радиация есть на глубине где-то 2 метра, 3 метра и так далее. В Москве же, мы же не знаем, проводят они такие радиоактивные исследования на глубине этой глины. Народ же этого не в курсе, ему же никто не сообщает. Мало того, даже если мы захотим у них спросить, они нам наврут с трекороба. Они, во-первых, скажут, что вы глупые, вы какую-то ерунду придумываете, а даже если настаивать, они никогда нам не сообщат. Потому что это табу. А с чем связано табу? Следующий вопрос сразу возникает. Табу связан с переделкой мира в 19 веке. Вот типа по сегодняшнему. Сегодня тоже грозятся ядерной войной, и сегодня тоже стремятся переделать мир. То есть то, как было устроено после Великой Отечественной войны, сегодня не устраивает вот эту вот мировую. Буржуазия или кто они там, на самом деле они люди или не люди, уже масса сомнений в их человечности. По крайней мере, они ненавидят человечество, это ясно. И они не прочь бы по новой устроить вот такой вот Армагеддончик. Они постоянно это вбрасывают, как бы накачивают, пытаются накачать эгрегор. Мы им ставим вето на это. Но изучаем. Вот поэтому типа, если мы не успеем, да, вот скажем, их обезоружить в плане, в плане вот человечества, если не успеет, то они могут, да, они могут это повторить. И потом следующий будет этап глины. Потом придут новые палки-копалки, новые люди, которые будут, надо же, а почему это окна в земле? А что, это вроде дом только вот построили, а у него там что, сено еще есть какие-то идут? А если там копнуть? Ну, ему скажут, да не заморачивайся, это все культурный слой, это просто не убирали дворы. Лентяи были люди и грязнули, и они не чистили дворы, и вообще не парься на эту тему и вообще не думай. Ну, что там было? Зачем думать о прошлом? Надо думать о будущем, о настоящем. Кто живет в прошлом, тот не видит будущего и ля-ля, и ля-ля. Вот, но мы же не будем таким образом. Я вам хочу ответить на ваш вопрос. Поэтому, в принципе, я уже на него ответила. Их строили после войны. Строили после войны дома на старых стенах. Тоже касается, как Сталинок, это касается и хрущевок. И даже некоторых брежневок, панельных домов. Вот бывают одинокие, одиночные, скажем так, панельные дома, которые тоже имеют окна под землей. И как определить, что они стоят на старых стенах? Это не современное какое-то строительство, которое просто сделало подвальное помещение таким. Вы увидите там красный кирпич. То есть где-нибудь в щелочке, даже если это очень хорошо заштукатурено, просто наблюдайте, когда-нибудь щелочка приоткроется, отвалится какая-нибудь плиточка прикрытая, и вы увидите красный кирпич. Красный кирпич нельзя ставить на место, вот на соприкосновение с землей, потому что он будет разрушаться, он гигроскопичный. Поэтому никогда кирпич в землю не может идти при нормальном строительстве. Никогда. Он обязательно должен стоять на камнях, на бетоне. Обязательно. Приподнят от земли на какой-то там хотя бы на метр, на полметра, но что-то должно быть. Нельзя просто кирпич класть на землю, на глину, на грунт, строив дом. Он разрушится. И все строители об этом прекрасно знают. Поэтому вот вам первая наводка, вы всегда можете определить, и чтобы вас не смущала так называемая официальная дата постройки какого-либо дома. Если вы видите там подозрительные вот эти вот окна, они могут быть большие, они могут быть не очень большие, они могут быть точно такие же, как вот в последующих этажах, а могут и чаще всего, чаще всего они помельче. Они помельче окон уже вот советских, советского периода. И это говорит о том, что это было какое-то другое строение. Собственно говоря, я считаю, что вкратце я ответила на ваш вопрос, и другим людям будет более понятно, как это все происходит и откуда взялись эти окна в земле. Для современных домов, современные дома, когда делаются, да, иногда тоже используются подвальные этажи, и даже есть там какие-то окна, но там делается специальная гидроизоляция, специальное водоотведение, которое должно находиться под фундаментами, под этими подвалами. То есть, когда дом закладывают большой, вот с такими даже, скажем так, подвальными, использованием подвальных этажей, то это огромное затратное строительство, и прежде чем поставить такой дом, нужно подвести всю подводку, представьте, сделать котлован, подвести подводку, подвести эти трубы, сделать все эти водоотводы, потому что у нас, тем более в нашем климате, влажном, холодном, где то замерзает, то наоборот тепло, скачет температура, а вода, мы знаем, как реагирует, а вода в маленькую дырочку, если она попала, замерзла, она просто разорвет потом, сделает трещину. Это все очень серьезно. Для того, чтобы это стояло, долговечно работало, нужны специальные и материалы, и знания, где, как, и смотря на каких грунтах, потому что грунты тоже разные, потому что глина-то в основном, она в городах, в населенных пунктах, ведь глина может не быть, вот этой метровой глины, может не быть где-то в области, по области. Я уже тоже делала такие расследования и приводила официальные документы, показывала сайты по Шатуре Московской области, там нету вообще культурного слоя, там они датируют. Один метр глубиной грунта, один метр, они датируют ее 4000 лет эпохой бронзы в Шатурском районе. И ничего, я показываю вот эти несостыковки. Ребята, если слушать этих самых, которые говорят, что за 100 лет на один метр, ну посчитайте, 4000 лет, сколько будет, какой должен быть грунт вырасти, культурный слой, который должен вырасти, потому что у них везде культурный слой. Культурный слой, еще раз, это только то, что связано с человеком, процесс жизнедеятельности. Вот выбросили старые ботинки, старую одежду, вот ваш культурный слой. Бросили себе под окно, бросили очистки какие-то, что-то там приготовили, остатки еды, и все под окно бросаете. Вот тогда у вас будет тот самый культурный слой, про который говорят историки. Но мы же в жизни этого не видим, мы же так не делаем. Почему они считают, что люди, которые жили 100 лет назад, они что, идиоты были? При такой красивейшей, уникальнейшей архитектуре, которую сегодня они не могут повторить. И не потому, что это слишком дорого, они ее просто не могут повторить. Утрачены очень многие технологии. А что это они утрачены-то, если люди такие глупые были, а вы сегодня такие умные? Вот поэтому думать надо самим и не принимать их глупые оферты, в общем-то, даже подлые по отношению к человечеству. Потому что человечество требует, чтобы ему говорили правду. Человеку нужно говорить правду. Никто не может, не имеет права врать людям, особенно за их собственные деньги, за деньги налогоплательщиков. Но они врут. Но это преступление, да, потому что они не выполняют свои обязанности. Приходится простым людям за счет своего собственного времени заниматься этими исследованиями, потому что, да, мы должны знать правду, мы имеем на это полное право. Надеюсь, я вам объяснила. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. До свидания. Если будут еще подобные вопросы какие-то, ну, спрашивайте ваши заявки, и я постараюсь сделать тоже видео.